В начале выпуска о главном политическом событии года. Почти 97 тысяч северодвинских избирателей. Именно столько бюллетеней было выдано участковыми избирательными комиссиями в день выборов. Явка в городе Корабелов составила почти 65%. Как прошли выборы президента в Северодвинске, расскажет Мария Воробьева. В день выборов в Северодвинске работало 82 избирательных участка. Три из них во второй школе. Там голосовали жители Трухенова, бульвара строителей, Карла Маркса. На выборы президента шли целыми семьями. Мы сегодня пришли с мужем и с внучкой проголосовать за президента, потому что надо выбирать того, кто достоин. За сильную страну. Ну и, конечно, не мешало бы поднять нашу экономику. И все социальные нужды наши тоже. Это главное событие в жизни любого гражданина Российской Федерации. Надо принимать решение. Будущее страны зависит от нас. В голосовании на выборах президента России в городе Корабелов приняли участие почти 97 тысяч избирателей. В их числе были и первые лица города. Я очень надеюсь, что сегодня все жители города в течение дня придут на свои избирательные участки и отдадут свой голос за того кандидата, который ближе им, да, там, не знаю, сердцу по каким-то определениям. Вот я тоже сделал свой выбор. Сегодня большое историческое событие в нашей стране. Мы выбираем стабильность, мы выбираем развитие, мы выбираем будущее нашей Родины. Мы выбираем на следующие 6 лет курс нашей страны. Курс на стабильность, на сильную Россию. Сегодня в этой школе голосуют избиратели моего округа. Мне очень приятно, что люди откликнулись на призыв поддержать выборы, что пришли проголосовать за своего президента. Потому что для Синеродвинцев, я еще раз повторяю, это очень важно. Город федерального значения, по сути дела, выполняет государственные задачи. И поэтому остаться в стороне этого процесса в Синеродвинцеве никак не могут. Не остался в стороне от главного политического события года актер Сергей Безруков. В Поморье актер прибыл с гастрольным туром. В день выборов он проголосовал на избирательном участке в Доме народного творчества. Наказ вновь избранному президенту от Сергея Безрукова – один. Самое главное, чтобы было мирно, не в нам голову. Это самое важное, то, чего, наверное, хотят все. И этого, наверное, хотим все мы, чтобы они справедливо. С 8 утра до последней копии протокола. Накануне работали более 100 общественных наблюдателей. В России такая практика введена впервые. Елена Антропова – учитель начальных классов в 13-й школе, а в день выборов работала в новой должности. Женщина уже была в составе избирательной комиссии, а в этом году решила стать общественным наблюдателем. Елена следит, чтобы не было нарушений в ходе голосования. В общем-то, интересно. Видно, что люди идут с желанием голосовать. Честно говоря, не ожидал, что будет огромный такой поток людей. Людей очень много, участок большой, участков много здесь встанет. 13-я школа – одна из самых массовых площадок в Северодвинске на выборах президента. Сюда шли голосовать жители улиц Кирилкина, Юбилейной, Лебедева, проспекта Победы и Садово-Огороднических товариществ. Общественный наблюдатель. У нас в школе – это сложность, наверное, работы. Целых четыре избирательных комиссии. Поэтому количество у нас зашкаливает за более чем 6 тысяч человек. Это очень много. И вот общественному наблюдателю нам приходится выделять членов у них, которые помогают. Вот этот огромный поток, так сказать, можно разрулить. Явка в Северодвинске составила 65% от общего числа избирателей. Это один из самых высоких показателей в Архангельской области. Ровно в 20 часов избирательные участки закрылись. Начался подсчет голосов. В Северодвинске кандидаты поделили проценты следующим образом. Павел Грудинин – чуть менее 9%. Владимир Жириновский – 6,5%. Ксения Собчак – 2%, Григорий Явлинский – немного не добрал до 1,5%. Остальные кандидаты набрали менее 1%. За Владимира Путина проголосовали почти 79% северян. Мария Воробьева, Владимир Богомолов. Вестник Северодвинска. Редактор субтитров А.Семкин